Вот мы рарили. Уже два еще. А вот массивная. Она ходила когда-то. Многочисленные останки животных хранились в одном из дворов села Улень. Обнаружили инспекторы его случайно. Ночью в ходе рейда они увидели характерные следы у асика. На колеса машины были одеты цепи. Так делают браконьеры для езды по бездорожью. Нелегальные охотники не заметили слежки и привели специалистов Госкомитета по охране животного мира в свое логово. Вести обыск они не имеют права, поэтому была вызвана полиция. Обнаруженное количество трофеев не может не шокировать. Это уже скорее относится не к правонарушению. Это уже скорее относится к уголовному преступлению, предусмотренному статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть браконьерство. За это говорит то, что, ну, во-первых, количество. Мы точно не посчитали, там головы, вот визуально было видно, что их, ну, десяток, может быть, даже полтора головы косули. Пересчет показал. Голов косули 14, а еще здесь лежали шкура медведя, три туши и четыре шкуры косули. Голова морала, две ноги лося. По ноге морала и косули и много рогов копытных. По предварительным подсчетам, ущерб нанесенной природе составляет около полутора миллионов рублей. Примечательно, что браконьеры никак не таились. Останки животных никто и не пытался скрыть от постороннего глаза. Есть здесь и мишень для пристрелки оружия, а эти фрагменты шерсти и принадлежат явно не домашнему животному. Инспекторы всегда имели в виду село Улень. Оно находится рядом с заказником. Зверей в округе много, что и привлекает сюда браконьеров. Это уже не первый случай, когда мы здесь выявляли факты браконьерства. Были они и ранее. Также нарушители привлекались к ответу. И в настоящее время, я думаю, что они не уйдут от ответственности, потому что улики уж слишком очевидны. По предварительной информации, среди браконьеров трое жителей Туима и один из Красноярского края. На месте работали представители сразу двух отделений полиции – Ширинского и Устебаканского районов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».